Нас натхняет. Могилёв Библиофест под такой назвой собрал прихильника уродной культуры в Комсомольском сквере. Выстава старожитных приладов с поборницей на обедание белорусской мовы и дегустации национальных стравов. Пропоновали могилючанам библиотекарам Могилёвщины. Скажите мне по-белорусски учитель. Наставник. Замечательно. Гости Библиофеста с задовольнением долучались до белорусской викторины. Это как бы старое знание со школы. А тогда очень мало говорят. И хотелось бы больше, чаще слышать. Хотелось бы больше слышать вокруг. Наши дети не говорили, между прочим. Сейчас разговаривают на белорусском. Даже компьютер на белорусском языке. И телефон на белорусском языке. Так что возобновляется. Будем надеяться, что это распространится. Фотографоваться с Белой Королевой малым крыху боязно. А вось поспоборничать у конкурса промышать не прево. Не этно-площадка, где представлены предметы быта, белорусского быта. Представлены символы нашего белорусского орнамента. И самое главное, представлена кухня белорусская, где очень скоро будет дегустация белорусских блюд. Библиотекарки с радостью демонстров текал нам стражитные прелады. Детям текало усё. И про бабулин прас, и сокрыты белорусской господарки. Наматывалась ткань на пивалку и качалкой. Голос на какую-то твердую поверхность. И качалкой раскатывалась. А ещё что-то интересное? Мы как использовали утюг и ночёвку. Это наша история, и это очень к нам относится. Представлены на Библиофесте и международный проект «Моя любимая книга». За два года Могилёвская инициатива охопила не только Беларусь, а и книга Люба Узамежа. На данный момент у нас в проекте участвует 800 человек из разных стран. 14 стран. Анкета состоит из четырёх вопросов. Это любимая книга, которую вы советуете почитать, и книга, которую вам советовал кто-либо почитать. Конечно, в приоритете это классика, как русская, так и зарубежная. Но очень, конечно, хорошо, что многие читают белорусскую литературу, особенно могилевчане. На толпке кауных радостные выгуки по белорусскому, как показал Библиофест, могилевчанцы правда натхняя родное своё. Татьяна Дмитриева, Александр Тарасов, Новины Рыбе.